Вот такие у меня крашеные яйца, красила мама по старинке, луковой шелухи. Раньше всегда красил яйца только луковой шелухой. Не было никаких цветных картинок, наклеек, никаких красок, были только пищевые красители. Ну вот такие у меня по старинке. Сама я не стряпаю Пасхи, не стала заморачиваться, купила вот такую готовую Пасху. А вообще, что такое Пасха? Это древнейший и один из самых значимых праздников для христиан. Считается, что в этот день Иисус Христос воскрес. И что этот момент является одним из самых значимых библейских мучений. В нынешнем году, в 2020, так как запретили посещение храмов, это первая проблема у людей посещения храмов. Правительство распорядилось людям поддерживаться самоизоляции, потому что сейчас эпидемия коронавируса. Воздержаться от храмов и молиться дома. Так что, но при этом сказали, что храмы закрываться не будут, и все желающие смогут выйти, но не знаю. И еще нынче объявили, что во многих церквях и храмах будут организованы онлайн-трансляции. И у прихожан будет выбор смотреть, как идет богослужение из храма Христа Спасителя или из своего храма. Но говорят, что будут установлены во многих храмах онлайн камеры. Так что, кто совсем верует, все будет смотреть и придерживаться всех правил. Еще хочется отметить, что Пасха, он праздник переходящий и зависит от полнолуния. Отмечается в первое воскресенье после первого полнолуния весны. А весна считается не с 1 марта, а в день весеннего равноденствия 21 марта. Так что Пасха не может быть раньше 21 марта и позже 25 апреля. И каждый год она в разные дни, как я уже выше сказала, и вот отмечает ее. С праздником, друзья! Всем здоровья! Наше нелегкое время. Коронавирус пройдет. Все исправится. Только когда? Вопрос времени, конечно. Но будем надеяться на лучшее. С праздником, товарищи мои! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова